МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автоураган накрыл новосибирских водителей комплекс видеофиксации с устрашающим названием. Начал работать на перекрестке улицы Ватутина и Немировича-Данченко. Загородные лагеря готовят принять детей. Где-то заканчивают ремонт корпусов, где-то взялись за благоустройство. Сезон отдыха стартует через неделю. Дворовые гимнасты-самоучки демонстрируют чудеса акробатики и выносливости некогда забытый спортивный снаряд. Вновь на пике популярности. Информационные итоги уходящего дня в выпуске новосибирских новостей. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области сегодня в очередной раз урезали бюджет региона. Парламентарии на такое решение пошли из-за сокращения федерального финансирования. Новосибирская область недополучит более 255 миллионов рублей из фонда содействия реформированию ЖКХ. При этом сокращать программу расселения ветхого и аварийного жилья депутаты не стали. Откладывать переселение уже невозможно. Уже пять месяцев прошло, эти деньги надо освоить. До конца календарного финансового года не так много времени, потому что и торги провести, и подрядчиков определить, и строительные работы начать, и переселение произвести, потому что деньги до конца года надо освоить. Штрафные квитанции с целой серией фотографий нарушения стали приходить водителям-лихачам. Новосибирские автоинспекторы вооружились уникальным комплексом видео- и фотофиксации. Камеры снимают не только нарушителей скоростного режима, но и тех, к примеру, кто заехал за стоп-линию. Хотя далеко не все электронный глаз может увидеть. Павел Теунов пообщался с экспертами и теперь может успокоить тех нарушителей, кто любит ездить без ремня безопасности. Больше полугода комплекс фото-видеофиксации на пересечении Немировича и Ватудина работал в тестовом режиме. Однако за это время автоинспекторы уже заметили положительные изменения. Аварий на этом перекрестке стало значительно меньше. Сегодня комплекс авто-ураган работает в полную силу. Нарушителям стали приходить первые штрафы. Водители теперь получают квитанции не только за превышение скорости, но и за проезд перекрестка на красный свет и остановку автомобиля за стоп-линией. Первый в городе многоцелевой комплекс стоимостью 10 миллионов рублей подтверждает нарушение сразу несколькими снимками. Первый кадр – это когда машина приближается к стоп-линии, вторая она пересекает, и третья, получается, на за стоп-линии находится. Ну и четвертая камера, соответственно, уже в той эфир установлена. Кроме того, каждое нарушение будет заснято на видео. Похожие комплексы сегодня стоят на Красном проспекте и фиксируют проезд по полосе для общественного транспорта. Ежедневно, по данным автоматических систем, инспекторы оформляют сотни протоколов. Между тем, на подходе новые разработки, которые позволяют бороться с нарушителями правил парковки. Комплексы «Паркрайт», которые устанавливаются на патрульный автомобиль ДПС и позволяют фиксировать в автоматическом режиме нарушение правил парковки как под знаком «остановка стоянка запрещена», так и на тротуарах, и на пешеходных переходах. В этом году в Новосибирске появится 10 таких передвижных комплексов. А вот систему, позволяющую обнаружить непристегнутого ремнем водителя, вопреки слухам, пока еще не изобрели. Но инженеры уверяют, такое вполне возможно. Никогда система не сможет обнаруживать автомобилистов без ремня. Она сможет обнаружить автомобилистов с ремнем. Система автоматически должна выявить водителя за рулем. То есть нетонированное стекло, незагрязненное и так далее. И четко видеть наличие вот этой вот самой полоски. Все остальные автоматически попадают в разряд потенциальных нарушителей, которых сама система фильтровать пока не в состоянии. Конструкторы обещают доработать недостатки комплекса в ближайшие два года. Павел Теунов, Денис Савинский. Новосибирские новости. Безопасность загородных лагерей начали проверять перед открытием сезона. Особое внимание к пожарной и антитеррористической защищенности. Специальные комиссии проверяют техническое оснащение мест детского отдыха, наличие сигнализации и огнетушителей. Но в первую очередь персонал лагерей должен быть готов к предотвращению чрезвычайных ситуаций и в случае необходимости оказать помощь. Перед открытием лагерей свою готовность комиссии продемонстрируют вожатые. А в начале сезона проверят знания и у детей. Детей же надо научить сначала. Поэтому по прибытию детей в первую очередь это и делается. С ними проводят тренировки, инструктажи, рассказывают, показывают. Затем приезжаем мы и проверяем практические действия. Будут новосибирские школьники на летних каникулах отдыхать и в крымских лагерях. Со здоровительными центрами Черноморского побережья чиновники Министерства социального развития области уже связались. Сейчас составляют список лагерей, готовых сотрудничать. Тем временем в окрестностях города, в местах отдыха, идут последние приготовления. Ольга Маховская узнала о новшествах этого лагерного сезона. Кровати заправлены аккуратно, стены еще пахнут звездкой. Но уже через неделю порядок в комнатах будет нарушен. Все равно они повесят Шварценеггера, кого вот хотите. Директор, в общем-то, не против плакатов с кумирами. Здесь даже подъем разрешают позже обычного. А на завтрак можно выбрать манную кашу с комочками или без. Шутит Наталья Казакова. Меню, кстати, уже составили. Обед обязательно должен быть с салатами. Это вообще не обсуждается. Ну, конечно, первое, второе, третье. Каждый день, каждый день у ребенка должен быть фрукт, у ребенка должен быть сок. На ремонт лагеря потратили 11 миллионов рублей. Отремонтировали клуб, избавились от туалетов и общих умывали на улице. Умывальники, душевые и туалет теперь будет находиться в одном помещении. Их называют модулями. Строятся они по новым технологиям. Здесь будет полностью утепленные стены, потолок и пол. Несмотря на то, что пока здесь установлен только каркас, через неделю строители обещают работы закончить. В этом году впервые здесь будут отдыхать дети с нарушением слуха. Для них разработали специальную программу летнего отдыха. Она правда интересная. Слабослышащих 100 детей приезжают в танцевальные студии, приезжают в спортивные школы, гимнасты. Но это тоже маленькие детки. До 9 лет эти дети. И вот мы хотим, чтобы в реальном социуме жили слабослышащие и вот такие вот наши вот дети. Прием у гостей готовы практически все лагеря в области. Кроме того, 75 миллионов рублей потратят на детский отдых у Черного моря. Дано задание сформировать реестр в Крыму, какие лагеря соответствуют санитарным нормам. Эта сейчас работа ведется и будет создано агентство при Министерстве культуры, которое будет заниматься приобретением вот этих путевок. Планируют, что этим летом в Крыму смогут отдохнуть около тысячи юных новосибирцев. А в лагерях нашей области побывают 139 тысяч детей. Ольга Маховская, Олег Королевец, Новосибирские новости. Сегодня Анатолий Локоть провел первый личный прием в должности главы города. Городоначальнику рассказали о необходимости реконструкции парка культуры и отдыха в Первомайском районе. Пришли на прием и обманутые дольщики микрорайона Закаменский. Подробнее Мария Черешнева. Анатолий Локоть регулярно проводил личные приемы граждан, будучи депутатом Госдумы, но сегодня делает это впервые в качестве мэра Новосибирска. Это уже совершенно другие вопросы. Большинство горожан приходит с проблемами, которые касаются не только лично их, а всего района и даже города. От лица первомайцев на прием приехала Вера Лилла. Ее волнует судьба парка культуры и отдыха. Парку 60 лет необходимо обновить уже и карусели. Мы ждем и открытия каких-то точек питания при больших государственных праздниках, потому что это единственная большая точка, где собирается весь Первомайский район. Мэр пообещал, парк ждет обновления. Кроме того, там появится и стационарный пункт полиции. А деньги запланированы на следующий этап, на следующий год. Замечательно. Недобросовестный застройщик совершенно вывел активы. Полтора миллиарда рублей – это рекордная сумма. Если говорить о Новосибирске, я не знаю, за весь российский опыт говорить не буду, но Новосибирск абсолютно рекорд. И говорить о том, что кто-то вдруг покроет полтора миллиарда, найдет свой карман, и говорить сегодня сложно. Здесь, может быть, речь идти только о заинтересованности очередных застройщиков. Однако такого застройщика пока нет. Нет и взаимопонимания между дольщиками. Анатолий Локоть предложил инициативной группе встретиться снова, но пригласить еще юристов и специалистов строительных инспекций. Хотя решить проблему в одночасье вряд ли получится. Опять же, у вас же в разной степени готовности дома. И то, что они одновременно будут запущены, скорее всего, это не так. Мы на это и не надеемся. Мы не требуем и понимаем, что это невозможно. Владимир Лыткин на встречу пришел с уже готовой мемориальной плитой. Общественник просит разрешения ее установить. На плите имена новосибирцев, погибших в немецком концлагере «Флоссенбург». Эти люди заслужили памяти. Мэр инициативу поддержал. Эту плиту установят на Зайльцовском кладбище в День памяти и скорби 22 июня. Мария Черешнева, Дмитрий Канн. Новосибирские новости. Проголосовать за одного из кандидатов на пост губернатора региона жители города и области смогут досрочно, за 10 дней до основного дня выборов, который, напомню, назначен на 14 сентября. Во время выборов мэра Новосибирска досрочного голосования не было, о чем сильно сожалели в избиркоме. Сейчас же Конституционный суд страны вернул россиянам такую возможность. Временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области Владимиру Городецкому не придется уходить в отпуск в случае его участия в выборах главы региона. Избирательная кампания должна стартовать с 1 июля. Участвовать в ней смогут только представители политических партий. У нас применяется мажоритарная система абсолютного большинства. Это означает, что избранным на должность губернатора Новосибирской области будет считаться тот кандидат, который наберет более 50% от числа принявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не набирает более 50%, то в соответствии с законом проводится повторное голосование. По результатам которого избранным будет считаться тот, кто наберет больше 100 голосов относительно другого кандидата. В день российского предпринимательства мэр встретился с наиболее успешными бизнесменами Новосибирска. В городе более 96 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня благодарственными письмами Анатолий Локоть наградил тех, кто внес в развитие города наибольший вклад. Коммерсанты обеспечивают поступление в бюджет Новосибирска и создают рабочие места. Около 230 тысяч новосибирцев, а это почти треть населения города, трудоустроенные на предприятиях малого и среднего бизнеса. И все чаще местные предприниматели выходят на мировой рынок. Некогда забытый спортивный снаряд вновь на пике популярности. Турники во дворах получили вторую жизнь. Перекладина, некогда служившая для выбивания ковров, любителям спорта теперь заменяет тренажеры, штангу и гантели. Себя дворовые гимнасты называют не иначе как турникмены и даже устраивают соревнования. На тренировки побывала Марина Аверина. Это не профессиональные спортсмены, не силовые акробаты. Чтобы научиться так вращаться на перекладине, им хватило турника во дворе. Раньше их называли физкультурниками, сегодня они турникмены – дворовые гимнасты-самоучки. Турники и брусья, они есть практически в каждом дворе. Также можно заниматься дома. Не надо платить никакие деньги за какие залы. И доступный спорт самый такой в наше время. А все началось с трехминутного ролика в интернете. Крепкие ребята из Америки выполняют разные силовые элементы. Только вместо спортивных снарядов, автобусной остановки, светофоры и машины, а в качестве нагрузки – без собственного тела. Новосибирские последователи воркаута, фитнеса городских улиц решили – дотянуться до первопроходцев вполне реально. На самом деле разнообразие элементов огромное. И не только из гимнастики все берется. У нас много своих собственных элементов. По сути, это управление своим телом в среде турников и брусьев. У них нет четкого расписания тренировок. Спортсмены занимаются в любое удобное время. В группы дворовых гимнастов постоянно приходят новички. Николая Фаевского привели друзья, а он – своих однокурсников. Зря жизнь прожигают. Просто так на алкоголь незачем. Вот правильный, здоровый образ жизни. Лучше так проводить. За здоровьем следить – это лучше. Уличная физкультура уравняла всех. Советы от мастера начинающим, независимо от пола и возраста. Ну что за раскачка? Давай ноги прямее подержи. Чувство силы, силы тяни, тяни, тяни. Ну, ну, давай, давай. Во, 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 молодцом. Диме Лифанову всего девять, но его работе на турнике позавидует взрослый спортсмен. Умею выход на одну, там, умею флаг делать, невиладу, подъем-переворот там и очень много. Поличная гимнастика на турнике – довольно травмоопасный вид спорта, поэтому профессиональные турникмены советуют не торопиться с выполнением сложных элементов. Для начала нужно научиться уверенно подтягиваться, хотя бы раз 20. С каждым годом турникменов становится все больше. Только в Новосибирске их уже около тысячи человек. Дворовые гимнасты уверены, уже скоро этот спорт станет таким же популярным, как, например, уличный баскетбол в Америке. Марина Аверина, Роман Семенов, Новосибирские новости. За неделю до выхода в российский прокат Роман Каримов представил свой новый фильм новосибирским зрителям. Все и сразу – это черная комедия с криминальным уклоном. Как и в своих предыдущих работах, Каримов стал не только режиссером, но также сценаристом и сопродюсером. Одним из первых. Все и сразу увидел мой коллега Станислав Якушевич. Роман Каримов относится к тому небольшому числу российских кинорежиссеров, кто еще не сделал свой окончательный выбор – арт-хаус или мейнстрим. Он стремится делать кино авторское, но для массового зрителя, развлекательное, но не глупое, по-настоящему зрелищное, но без астрономических бюджетов. Одним словом, хочет получить от кино то же, что и герои его новой комедии. Все и сразу. В новом фильме режиссер продолжает эксплуатировать художественные приемы из своих предыдущих картин. На экране те же прописанные абсурдистские шутки, тщательно выстроенные кадры, спонтанная жестокость персонажей. Снимаются у Каримова как в массовке, так и в главных ролях опять. Или дебютанты, или вовсе не профессиональные актеры. Ваня Дембель – это рэпер из группы «Рыночные отношения». Он никогда раньше не играл и не хотел играть. Его с похмелья его друзья вытянули на кастинг. Жора Автослесарь – тоже парень без образования актерского, просто захотел сняться. Он спортивный комментатор. Сюжет узнаваем. Друзья-неудачники в поисках лучшей жизни берутся выполнить поручение местного криминального авторитета, но что-то идет не так. Это зрители уже видели в фильмах Гая Ричи, Петра Буслова и особенно в «Жмурках» Алексея Балабанова. Будет ли у фильма кассовый успех – сказать сложно, хотя в прокат картины выходит рекордным для Каримова числом копий 930. Но криминальная тема из лихих 90-х уже многократно использована другими режиссерами и заинтересует зрителя едва ли. Станислав Якушевич, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Свежие новости на радио «Городская волна», частота 114FM и на сайте «Новосибирские новости». Там, кстати, рассказывают, как бесплатно проехать в метро в день рождения Пушкина. На этом наш выпуск завершен. До завтра.